всем привет сегодня у меня какие мне нужны какие не нужны какие ставит какие не ставит что его с чем его все идет но и в конце пройдемся по пару персонажей составных уровней на которых все сидят к примеру посмотреть что кто ставит тут описанные уровни сразу сколько они дают и описание полностью ну то есть удобная вещь ну и самое первое это четыре умения это которое просто повышают характеристики но умения сами по себе бесполезны кто-то ставит там атлетику с выносливостью там своих 30 когда им нечем забивать последние умелки то есть чтобы активками их не забивать они просто ставят их ну там даже на фул не выкаривая потому что пять умений это сильно много не дают они копейки если посмотреть на силу допустим там на пятом уровне будет давать ну десять тысяч пять умений раз десяти тысяч это не знаю фанатку одну взять которую там будет стат давать 150 процентов силе намного лучше будет дальше идут четыре умения на повышение урона мастер кунг-фу но это можно сказать самое сильное умение потому что она дает на пять процентов больше опять на 6 даже на 6 процентов больше чем все остальные сработает с кастетами у кастеты все легкие средних кастетов нету ну и на безоружной атаки фехтование это на среднее оружие легкое тоже пошло это уровень мощь геракла это естественно тяжелое оружие и снайпер это на дистанционке ну не на все только на дистанционке которые написано что это дистанционное оружие или легкое дистанционное оружие на тяжелое дистанционное ничего этого не работает дальше идут пассивки пассивка на крит но естественно полезная вещь если выкачать тройку потому что много бафов большой процентов буквально каждый ход будет дальше идут две кожи ну тут в зависимости от того сколько есть умений против кого вам их нужно брать обычно если обычный игрок ему надо кожи брать в зависимости от того насколько они ему нужны в ивентах допустим в подземке можно взять если есть четыре навыка взять по двойке если есть все шесть навыков которые можно подавлить убрать по тройке будет проходиться дальше естественно фармиться больше блокирование это умение которое работает только с соло оружием то есть с массовым оружием она не работает пользы от него ну как правило сейчас нету потому что ну все берут дистанционки ладно там до 12 уровня там все кто сидят там в принципе со средним оружием ходят в основном ну с ближним среднем можно сказать против него конечно работать будет но опять же если у вас взято не массовое оружие потому что с массовым оружием блокирование также не работает пститель тоже естественно не работает с массовым оружием мелко такая можно сказать защитная если вы с соло лего играете там до 12 уровня умелок нету чтобы ее брать потому что этим немного полезнее а если брать против питомцев ну чисто на левелах побольше то в принципе ну навыки все равно по полезнее найдутся конечно шанс большой когда петы будут обсираться и просто стычки бить вы их постоянно будете убивать но все равно сильно ситу ситуативный навык есть получше мы неприкасаемо это мастхэв против дистанционок любых ну кроме тяжелых потому что на тяжелых она никакая не работает даже спрашивал то есть вот так написано интересно кроме тяжелого то есть вообще непонятно некорректно написано работает он вообще или нет но против тяжелых вообще не работает то есть пишет вероятность улота там если стакаться это будет все с этим сагальком из коктейлем то там нормальный шанс будет часто будет уворачиваться двойной удар но это тоже такое повышение урона грубо говоря как двойной удар криты это основные повышения урона которые есть вообще в игре но естественно одна из пассивок это чаще всего выкачивается то есть пассивка на полное увеличение урона то есть максимально которая может быть зависимости от оружия криты и двойной удар ну второе дыхание это такой ситуативный навык вообще очень полезный для соло дистанционно которые не массово это можно сказать даже полезнее чем криты и двойные удары потому что из-за того что у нас очень большое количество питомцев там и огольки которые показ перерождаются и вся эта фигня то полезно когда ты убил одного питомца допустим ударил они персонажи у тебя про каторое дыхание ты уже без персонажа вот допустим на массовое оружие она ситуативное будет потому что зачастую часто она может портить не грубо говоря игру из-за этого второго дыхания можешь вызвать второго питомца там или еще короче иногда может не в твою пользу сыграть ну в частности можно брать потому что но если намекла к лавалах и опать то не будет либо не не критов не двойных ударов но там как правило бои нужно смотреть под бафами ну то есть когда куда там нужны бафы когда ты бьешь челиков грабишь просто там двадцать восьмых тридцатых уровней то там все равно у тебя бафы будут они будут частично это все перекрывать когда будет подземка там но бафы на по 15 часов вязать каждый день это будет дорого поэтому на мелких лавалах все равно предпочтение тем более если массовое оружие отдаются критами двойным ударом да даже и соло дистанционкам чаще отдаются именно им потому что рое дыхание сильно ситуативное и раскрывается когда именно баф иллюзнутые ну там в тур и кому кому куда надо дальше активные мелкие самые бесполезные в игре молниеносность это просто урон там на мной в зависимости от силы безумно но слю безоружной или с легким оружием 100 силиндар по врагу я точно не знаю насколько высшим там не сильно выше может давай уровня апперкота доходить это может триста процентов будет как раньше когда-то видел эти умелки естественно 8 9 уровня максимальные но там последний уровень и просто понижают трату вдохновение это бесполезная фигня да и вообще умелка это бесполезная фигня ну то есть просто урон это урон маленький а учитывая что уроны от навыков тоже понизают понижаются за счет брони то есть если у противника куплено броня ну не куплено выбита там броня или кожа зависимости того какое у вас оружие если допустим кожа куплено у вас костет то урона по по нему пройдет сейчас можно даже посчитать 250 минус только 26 процентов но это так если без усиления взять без всего но пройдет ну полторы тычки и это все равно потратит ваш вот то есть ваш ход сколько это грубо говоря сто процентов но 70 процентов от точки то есть на 70 процентов больше урона будет вместо того что вы дали просто тычку там с критом или без но это мелко критует тоже можешь критануть урон маленький будет так полет дракона но это тоже раньше когда-то у мелко брали на тяжелых оружиях это урон с него был среднего ну где-то тоже 200 процентов он бы было тяжелое оружие взяли на пятом уровне критический удар что 72 процента казалось бы много кто заморачивался то есть этот шанс он не плюсуется с крит ударом которые добавляются от умелок ну то есть не плюсуется с вот это вот фигню пять процентов то есть с этой 11 то есть сотку тут не сделать она постоянно будет 72 поэтому это тоже рандомить будет поэтому мелко тоже бесполезны тем более если брать ему лету на дает вроде ловкость этот амулет поэтому бесполезны даже амулетом не возьмешь эту мелку опять умений тратить ну это бесполезно дальше апперкот для кастетчиков тут можно сказать это умение которое больше всего уровня наносит недавно бой видел когда ну какой-то но б-тридцатка просто с кастетом на 17 уровне которые криты там дает у него кастет просто домохозяя убил апперкотом и футболиста это красиво было смотреть но это тоже как повезет потому что кожи никто не берет на хаях и урона от этих умелок с критом конечно многовато будет это просто урон который с либо с кастетом работать либо безоружной атакой 320 процентов урон хороший опять же если есть кожа то это конечно там снижается сильно урон на обезоруживание говно потому что он даже не используется легендарку не выбить никогда просто потраченный навык никуда саботаж та же история даже рассматривать давление дальше самые часто используемые навыки в игре это первая помощь и реанимацию это сложно рассказать как бы амулеты на нехорошие потому что на первую помощь дает силу на реанимацию живучесть их обоих ставить для баланса тоже хорошие с такого тут рассказать сложно тоже реанимация конечно в нынешнее время очень редко прокает поэтому есть смысл места реанимации там амулетом ставить кукла вот зачастую но это уже смотреть надо как кому удобнее кто как хочет так и ставит дальше живодер тоже у мелко бесполезная то есть ладно там увеличивает силу героя это сильно слабо на два хода внутри четыре процента если на четвертом уровне не убрать тоже слабо будет расход вдохновения может даже не смотреть она все равно если есть кот или есть тарану мгновенно восстанавливаться будет одна проблема это сейчас из-за формулы потому что формула которая сейчас есть на силы молоту это можно сказать вообще самая сильная формула в игре потому что она но постоянно поджигает то есть поливом стопроцентный шанс но она еще и снижает 15 процентов 10 до 15 процентов вдохновения с каждой атакой поэтому как смотреть бои у кого но тут реально у кого больше талант тот и чаще будет применять и мелки потому что вот эта штука она сильно роляет правда она скоро пропадет пока еще есть пока акция длится это маст хэв дальше вампиризм тоже интересное умение вроде бы есть урон какой-никакой точно не знаю снижается он или нет потому что ну от кож снижается или нет кош или брони но принципе редко берут потому что ну тоже есть навыки и посильнее как бы 55 левелов на это тратить то есть чтобы она восстанавливала полт сколько 135 оттычки если смотреть живучести живучесть 115 берется то есть это где-то можно восстановить но 15 процентов от урона 15 процентов от хп может где-то 10 тем более она еще не критует то есть как смотреть что работает с калашом или с массовым оружием те умелки которые не критуют они работают с калашом то есть ударные умелки то есть вампиризм молния там что еще может работать это дисперада тоже работает но дисперада тоже непонятные потому что я видел когда в соло цель она может критовать я когда в толпу бьют то есть не критовала то еще прием к нему дальше ловчий но бесполезный просто сетку кидает из которого ну балаха которого освобождает даже досмотреть не надо робототехника ну эту мелкую часто на хаях берут как как первого уровня чисто чтобы понять кого-то робота она конечно нужно не только на хаях и в принципе можно брать на любом уровне в зависимости от того насколько у вас роботы прокаченные потому что как раз у роботов самые сильные умелки после их смерти то есть чуть-чуть от нее надо там робот поднялся его с одной тычки убили с плювка там не знаю с какой-то и он дал свою посмертную мелку второй раз это допустим блендер и девочка это самые полезные петы которых можно поднять девочка без разницы сколько раз и воскрешательно будет давать свое усиление это ну сила на 50 процентов блендер будет постоянно всякое говно снимать ну там их или 30 процентов тоже неплохо 8 мелкогодные для первого уровня если брать это сойдет дальше отравка тоже бесполезная да про не сказать нечего дальше футболисты домохозяйка полностью идентичные умения минус в том что их выкачивать нужно только от только этими только у мелкими а балетами не получится потому что они талант дают это тоже бесполезно из такого что урон у них тоже снижается от этого от кожи или брони и то что она с массовым оружием не работает чисто брать 5 уровня для урона ну можно конечно но как я брал пытался то очень редко бывает когда вот в оглушку на два хода вражки персонаж встает то есть теория удобно ты ударил там еще пол хп снес там пол хп в лучшем случае дальше за два хода оглушки пытаясь добить теории должно хватать но на практике она либо прокает тогда когда не надо либо там в щита галька прокнет и это все просто уйдет бесполезно поэтому лучше взять какие-то криты там их двойные удары увеличить общий урон вообще забой дальше дисперада тоже наносит урон массовый ну и работает сесть на скалашон чем меньше жизненных сил тем больше породин получит враг вот как я смотрел по боям когда-то кто без хренью маялся он 5 5 левела ее поставил там этой штука это ну если у персонажа вражеской меньше пол хп она полностью забирала но полностью убивала короче это умелка то есть тут урон увеличивается ну не знаю зависимости от того чем меньше хп всего допустим если у твой персонаж 30 процентов хп то урон здесь увеличится на 70 ну то есть будет 380 как-то так оно должно работать то есть на один процент у тебя меньше хп от 100 то один процент добавляется здесь и вроде бы здесь урон не понижается в зависимости от того сколько твоих питомцев стоит на поле боя то есть я немножко об этом попозже скажу когда мы дойдем до одного умения ну мелко хорош если на хаях брат чисто поэкспериментировать я бы взял ну для топовых персов потому что сейчас там марки добавили новые которые антиконтроль дают там чем быстрее его снимешь тем лучше но для обычных игроков это бесполезный нам кристаллинг тоже бесполезный снижает только ловкости талант это то нафиг никому не надо потому что там она прокнет когда там таран выехал или еще какая-то время там полно дебафов на эту ловкость и талант сейчас есть поэтому этот рестайлинг никому не всрался молния часто берут как заглушку на этот ну чтобы какие-то умелки еще добавить типа урона тут нет он бесполезный ну понизить силу на 40 процентов часто может спасти а иногда она может прокнуть когда противник в станах и это ничего не даст поэтому тоже умелка ситуативное то есть на лоу уровнях и и мы редко берут потому что ну проще взять хил он будет стабильнее выдавать свой профит на молнии так то есть можно брать можно но лучше будет то взять в зависимости от того наверно что вам она нужна потому что у меня то 4 амулета основных взяты это молнии проклятие первопомощи медсестра вроде да медсестра их можно постоянно менять зависимости от это допустим на подземку после трехтысячного этажа я беру молнию и проклятие и на дрожь и беру молнию и проклятие потому что они там нужен урон там уже хп вообще не имеет смысла тебя убивают снова . тоже ситуативно дальше проклятие тоже со самый домашний навык потому что это он это грубо говоря не урон от не урон персон а урон пассивкой отдельной в игре поэтому она не понижается поясом и этим и броневой то есть это чистый урон а это уже намного больше чем любая пассивка как мы считали там как его молниеносность там все ли 180 процентов урона но это с учетом понижения здесь на поражение трех ходов быть 125 это уже 30 ну 300 нет 300 670 получается да то там как зароляет поэтому здесь видно что больше урон ну минус того что он периодически конечно его можно перехилить но факт в том что ущерб персу будет очень большой то есть это у мелко наносит вообще больше всего урона в игре конечно если она не прокне тогда кадр сам мало хп его его стычки добываете такое у меня часто происходит но если в тактике правильно выставить то она будет на весь свой урон дамажить мелко хорошие берут везде за счет того что можно кукла вода просто выкачать потому что всего четвертого уровня круто дальше оскорбление тоже бесполезная чисто чтоб когда у тебя навыки падали когда-то крутил навыки на тебя падала хрен тебе не нужные навыки для этого на только надо дальше идут стилевые умелки они вообще реже всего падают я заметил это просто урона таланты это тоже самое бесполезное мелкие урон маленький еще бьют по таланта которую никто не качает да это же на эту мелкие трать бесполезно дальше авианалет то что в принципе там на тридцатках пытались брать потому что вроде бы и урона много и поджог тоже будет на три хода бить на 35 процентов от урона но минус том что это умелка как и вообще массовое оружие и как и как и дисперада но дисперада но понижается понижается урон зависимости от количества целей то есть точно непонятно насколько там надо это прям высчитывать учитывать все но допустим когда ну грубо говоря взять когда один перца на поле бою это у мелкая юз это вносится от прям полный урон вот этот полный урон вносится и все домашься когда он с одним питомцев урон уже на двоих делится когда с тремя питомцами там урон вообще делится сильно и урон от этого мелки вообще нету то есть когда берется калаш когда берется массовое оружие но когда стреляет противника из там есть пьеты то урон распределяется на всех ну там он не поровну делятся он просто вносится меньше но по всем то есть это немножко типа как бы должно баланс то есть править соло дистанционки массовой но все равно там не прям делится там снижается много урон она тяжелых оружиях урон тоже делится но чуть-чуть слабее но там вообще мизер делится урон поэтому тяжелое оружие грубо говоря еще себя оправдывает дальше оживление то же самое что и робототехника просто просто пету восстанавливает ну 40 процентов одну мелко то она может браться но я бы на нее навык не тратил потому что что у нас по питомцам живыми единственное кого полезно она может воскресить это это кого но это торгона вот единственный живой потому что питомец должен быть животным на животных питомцев у нас вот чего у нас в клетке еще стоит вот кинг-конг но он ничего не делает когда встает он при его просто стычка убивает он свои самые полезные на это колонкой бить тратит сразу и остается только бодобум ну это шанс там маленький чтобы он его прокнул когда воскрес это еще должно повезти даже кристаллоид ну да это единственные питомцы которые реальному можно вот рокет ладно рокет еще можно воскресить он там может какой-то хэдшот дать тоже полезное ну водила это кусок говно можно то не поднимать даже так что пол мелком все сейчас будем смотреть какие кто какие у мелкий период и жестких персов